Так, бассейн не работает. Лечебно-оздоровительный комплекс «Теплые ключи», расположенный в Чуйской области, был введен в эксплуатацию в 1977 году для лечения, оздоровления и отдыха работников энергетической отрасли от вредных условий производства. Долгие годы в данном комплексе не проводилось никаких ремонтных работ, и в 1992 году он приостановил свою деятельность. Да, вот такое вот состояние. Полгода здесь проводили масштабные ремонты. На этой неделе санаторий открыл двери для всех желающих. Официальное открытие прошло с участием главы государства Садыром Джапаровым. Обновленный административный корпус, новые бассейны и открытая терраса с видом на ущелье, а также ресторан на 100 мест – все это теперь обновленная курортная зона «Теплые ключи». Провели ремонт и в 30 коттеджах. Здесь имеются 18 стандартных и 12 люкс номеров. Обновлены мебель и электрооборудование. Также подключены электричество и интернет. Восстановлена радоновая зонтехника. В каждой комнате установлены смарт-ключи. Модернизирована кухня с новым оборудованием. Кроме того, построено здание для обслуживающего персонала. По инициативе президента Садыра Джапарова, 31 января прошлого года лечебно-озаревительный комплекс был передан на баланс природного парка Алла-Арча. После этого начались строительно-восстановительные работы, провели масштабный ремонт. Были преобразованы лечебные комнаты с радоновой водой и баней, парафином. Внутри помещений установлена вентиляционная система. Санаторий готов принимать старых и новых друзей. Садыр Джапаров ознакомился с капитальным ремонтом комплекса. Глава государства отметил, что созданные условия могут способствовать разгрузке таких зон отдыха, как Алла-Арчан. Он побеседовал с сотрудниками санатория и, выслушав их просьбы, поручил управляющими делами президента Канабеку Туманбаеву рассмотреть вопрос о повышении заработных плат сотрудникам оздоровительного комплекса. Также особое внимание уделено благоустройству территории санатория. Все внутренние дороги заасфальтированы. Уложена тротуарная плитка на месте засохших деревьев, посажены можжевельник, киншанская ель и цветы. Объект передавался с баланса одного министерства на баланс другого. Как отметил первый заместитель управляющего делами президента Кыргызстана Бобек Салимджанов, этот комплекс не единственный, который будет открыт в этом году после полной реконструкции. На сегодняшний день очень много объектов и подведенственных организаций были включены в состав управделами на сегодняшний день. И этот объект считается одним из самых важных. На сегодняшний день делается ремонт санатория Сарата, тоже контролируем. И в этом году мы планируем тоже сделать большое открытие с участием президента. На баланс управделами президента перешло несколько курортных зон, в том числе санаторий Сарата. На месте старых зданий строится порядка 10 новых. Проводится установка новой канализационной системы, строительство нового бассейна, лечебно-оздоровительные пункты. Работа по обновлению курорта началась в апреле месяце. Работа по реконструкции санатория будут завершены осенью. Если учреждение будет запущено, то будет возможность поправить здоровье тех, у кого есть проблемы с суставами, желудками и другими болезнями. По поручению президента здесь будут созданы все необходимые условия. Здравница заработает в новых условиях. Все будет цифровизировано. Желающие смогут узнавать всю информацию онлайн через соцсети. До осени мы планируем завершить все работы и оснастить санаторий необходимым медоборудованием. Обновление курортных зон проводится по поручению президента. Так, санаторий Джиргалан, находящийся в Аксульском районе Сыкульской области, прошел масштабный капремонт. Были реконструированы 37 коттеджей и построены новых 4 корпуса. На сегодняшний день он принимает посетителей. Именно сюда приезжают для получения разных лечебных процедур. «Я приехал на лечение. Здесь стало очень хорошо. Пусть санаторий работает во благо народа». Сегодня делается большой упор на восстановление таких объектов. Ведь они могут приносить хорошие деньги в экономику страны, а также создание условий в лечебно-оздоровительных комплексах будут привлекать больше туристов. За последние 30 лет в общей сложности было выделено порядка 6,5 миллиардов сомов. Кроме этого, до 2021 года за счет средств республиканского бюджета ежегодно по 5 миллионов сомов выделялось на оздоровление детей в детских лагерях. На капитальную реконструкцию и строительство обновленного курорта Джиргалан было потрачено около 150 миллионов сомов. А за все годы функционирования Федерации и профсоюза с ее стороны не было построено ни одного нового объекта или проведено капитальной реконструкции имеющихся. За это время качество предоставляемых услуг в этих санаториях не улучшилось, а наоборот находится на очень низком уровне. Объекты в очень плачевном состоянии. Это несмотря на ежегодно собираемые финансовые средства за счет работодателей. Это говорит о том, что вы не хотите работать добросовестно. Отметим, что указом президента введен мораторий на выдачу путевок в санаторий до 2028 года. А средства, собранные за счет средств Фонда оздоровления трудящихся, было решено направить на реконструкцию оздоровительных учреждений. Но эти деньги управделами президента проводят ремонт всех учреждений здравоохранения, находящихся в ведении Федерации профсоюзов.